я на русском языке скажу еще добавлю в конце немного о языковом тематике далее у вас нету английского я предоставлю уже я просто в конце скажу по языке есть время и с точки зрения истории изучение истории языка и культуры народа вообще и сохранить его памяти связанные на с местом на генеза этого народа огромное значение имеет локальная топонимика сохраненная в названиях живых поселений гидронимов название коров хомов ротич личного опыта с 15 октября по 11 ноября этого года я был в экспедиции этнографической организованы к при черноморским шапсунгам ростендарского края в 13 аулах черноморских шапсунгах где собираем информацию об истории их в жизни их родов и с другой стороны информацию в современном положении современной жизни там конечно были разные вопросы у меня были вопросы об использовании родного языка естественно уровне его использования ну и соответственно были поставлены вопросы о сохранении этапонимики черкесской окружающих окружающие поселения и понимание ее значения местными жителями черкеская этапонимика она широко представлена территории краснодарского края даже если я сказал очень широко особенно к югу кубань на всей равниной территории которая часть черкесии горную часть часто называли опозор это очень территория генеза черкесских черкесов обозим вот результат экспедиции у меня будут положено в книгу отдельно это я выпущу и фотовыставку основная часть черкесских топонимических терминов сохранилась в названиях в основном небольших микро топонимов чуть меньше в средних размером географических объектов можно прошифровано стоили из одной степени достоверность исключение составляет крупные топонимические объекты например 3 колоба или там кубань который имеет спорные в общем-то происхождение сегодня даже лобана явно с черкесском приводится скорее всего не какой-то внешне влияние внешнего языка это особенно сказать подчеркивал еще мире туков особенность название мелких и микро топонимов является очень четкой передачи от значений на черкесском языке как правило это места проживания тех или иных семей родов например местечко могу там перехода киша то есть это урочище рода му или коблета урочище таких очень много названий сохранилось многие места которые сегодня не встречаются скажем так эти семьи либо переместились после в процессе кавказской войны и после нее куда-то другие регионы географически или оказались в диаспорте за рубежом яркий пример был в главу лет хагадж где в общем-то показывали приехавшие из турции патрианты которые были туристы там несколько лет назад они показывали определенное место и человек рассказывал и он рассказывал четко что передал информацию то что здесь также хорошо сохраняется особенностью ландшафта например хатлопе собачья лапа то есть как в основном похожие на какие-то объект или специфика флоры и фауны например хребет копх попадаются в черкесской среде и абхазские название время всего связано с перекрестком проживания прибрежной зоны в прошлом довольно далекие расстояния побережье к редким таким древним внешним названием ущелье бакан в районе новороссийска которые специалисты по ним некоторые связывают с бук с вождем племени булгар если не умеете как раз там проходили в черкесском фольклоре сохранились сказания о сражениях черкесских предчеркесов с бакан бакан баканское ущелье бакан и в общем-то его вождение в республике адыгей а также фиксировали и не смогу с нашествием и героями сопротивления нашествия мы некоторые из них отразились в нацком часто помимо фамида геозное языческое происхождение например мыска дождь сегодня около туапсе этот топоним связано явно с культом кадоша то есть это роща священная роща древской религии принципе сегодня если мы столько около туапсе сохранился то на старых картах 19 века кадош встречается такое распространенное явление было для названия священных рощ около поселка большой кичмай есть в принципе часть большой кичмай до слова место ахына если брать языкскую религию традиционного покровитель домашнего скота так он обозначается с этим если есть даже легенда связанная о том что там ахын погиб сейчас пересказывать не буду но там есть путь ахына и он качется на месте и сохранилась в этой точке причем известно что и обратно ходили старинные сопровождение священной коровы ахына как раз вот по территории вдоль и шахе особенности у названий средних топонимических объектов является множество вариаций в переводе связано с это с искажением большими наименований при переводе на русский язык который имеет простую структуру как правило пусть кавказской войны на восприятие на слух по-русски многие топоним записывались неправильно такой яркий примере как сегодня в лазерском и известно точно что один из чиновников который записывающий в 19 веке он ошибся и даже об этом очень-то сохранилось истории как записал так и оставил после информации черкесского населения включился шестьдесятые годы большая часть края была заседана новым поселенцами которых не владея языком они переначали очень сильно это название и и многие из них поэтому сложно установили они имеют такой гибкий перевод можно так можно так привести из-за того что это искажение существует в таком виде яркий пример поселок чем это кваджи называется лазаревский район города сочи черкесском звучит примерно как в значении бывшего родового поселения черкесского рода черни сегодня вот в таком искаженном виде она сохранилась там рядом есть поселок еще совет кваджи это как раз информация уже поздним периодом черкеска а совет такое деление сохраняется и современных аулах в виде деления на квартал где проживать представители одно из фамилии как правило не все вместе рядом живут квартал коблево коблета в ауле допустим апсадом тогда разделение это до сих пор сохраняется в коллеже допустим там не так явно не знаю улице например сегодняшняя гора и дюх на адыском хминкуш то есть ну киво другого горах татарский встречается дюрсо и ногайчук но известно попал и дюрсо что это тоже дюрсу и владетели а потом на татарский лад далеко не всегда удается однозначно становить перевод даже общеизвестно наименование например и как секунд несмотря на свою простую составляющую до сих пор вызывает спору отношения переводов сколько псы как известно это черкески обозначение воды но дело в том что вторая приставка она очень усложняет все некоторые бывают как голубая голубой цвет воды связывают с этим допустим мало известная версия перевода топонева тешевым археолог он переводила как перевальная река но не закрепилась причем связывал это от исток полному переименованию подбиралась незначительное число топонева в основном это связано с поздним временем связано с отсутствием точного знания о том или на названии понимали что заменяли и по событиям и людьми второй половине девятнадцатом еще двадцатого века ну самое распространенное было переименование во время религии котичная мировая закончилась и некоторые из точек где проходили бои их попеременовали на честь первых войны или допустим арендаторы какие-то жили уже 19 веке арендовали земли из-за российских предпринимательщиков и в честь там их именасов стали заменяться некоторые объекты были переименованы ввиду сложности именно произношения на русском языке самый яркий пример это лико белое которое в языке защита кашу гуаши что-то вроде белых не знали нужно но и и вот эта сложность для русское восприятие она сразу было поэтому перевернув в девятнадцатом веке хотя среди адекской старое название сохраняется используется вот такая ситуация стоподемика она вызывает множество споров сегодня в крае поскольку естественно носители языка мама крестовском крае и отсутствие какой-то полноценной информации вызывает сразу версии теории более яркий пример это постоянно спору вокруг названия еще геленджик дело в том что геленджик то являлся бывшим и официально переводится стоит с турецкого как невесточка самая популярная версия или белая невеста по-разному переводят но самое главное связано с тем что в адыкском языке с отменяло старое название местечко хуже полянка для выброса и на этом фоне постоянно происходит спор выводят из хуже слова геленджик на этом фоне постоянно спор происходит но дело в том что если проанализировать исторические документы если брать даже дату в основании российской крепости на том местечке где была крепость там был рынок геленджик а рядом привлекала речь то есть оба названия уже тогда существует параллельно и в общем-то одинаково к этому к этому месту имеет применение можно и так и так и там же находилась как раз такая деревенька натухай натухай адыков в этом месте с похожие споры происходит вокруг наименование она где очень активно подвигается греческая версия хотя в греческом древнегреческой эпохи не встречается слова она вообще проявляется средний века и там много всяких фальсификации что соответствует очень географии но по поводу средних веков там появляется первые названия особая важность сохранение топонимики применками для истории и лингвистики поскольку многое название полемически они содержат в себе информацию культурную информацию по историческому месте который в общем-то за неимением допустим источников и она показывает именно трансформацию развития языков черкесского и абхазинский наиболее яркие примеры как раз прибрежная зона лазаревского района там если говорить с точки зрения сохранения исторической информации реки аше и шаха сегодня у специалистов топонимики есть как бы разные версии происхождения этой реки точных конечно точно никак переводится самое популярное допустим для реки аше это оружие для реки шаха это старая кузня или запах кузне еще как местных говорят действительно вот до качани кавказской войны эти пусто заселенные долины рек они были очень развиты там в общем-то находили следы и кузни многочисленных они сегодня в общем-то их остатки там видны и очень вероятно что там была очень развита металлургическая составляющая много кузнецов местах но самое интересное что историческая составляющая текстов скорее всего намного древнее дело в том что именно ну допустим если брать или долину аше там сегодня находится древние дольменные еще эпохи кузни то есть это бронзовый век это как правило дольмены около которых недалеко есть ручей какая-то вода находится вот эти развалы древних пузин которым там трех с половиной до 400 тысяч лет и вероятнее всего именно оттуда идут эти вот опоримические названия местности поскольку те кузнецы там там очень много железного сетрита в породе и действительно кузнецы использовали его для отливки небольших каких-то ритуальных слитков которые в общем-то находили они считались кусочки железа а не золото практически вот у меня есть можно будет потом посмотреть кусочек железа выполнен 4 тысячи лет назад а отдельная тема и стоят на именование русских поселений красавского края соответствующих именам черкесских субъектноса ну яркий пример скажем так эти станицы сохранили все практически название всех субъектноса именно западных адвихов есть станица шинцукская есть абадзекская есть мислинеевская натухаевская если брать абазин маракайска то есть таким каким-то получается таким способом они сохранили эти названия этнические хотя история у этих конечно станицы их название немножко разные которые укрепления российские либо допустим это часть логинской линии военной и казачьей станицы позже поселения среди жителей новых станиц и строителей именно изгнанных черкесовых не то есть местное население уже не знало и не могло передать информацию 1 хотелось бы заметить что оба адыков шапсугов прибрежной сезоне они сумели 90-е годы на свои оригинальные названия хорошо очень повлиять потому что раньше как правило в ту же нашей связи этом красный александровский сегодня тем не менее спор на понемнике возникает не просто так дело в том что большая часть жителей сегодня просто скобра и не имеющие родственных связей и каких-то знакомств с представителями на черкесского этноса как правило ничего не знаю это вот из личного опыта могу сказать полное отсутствие информации понимание вообще что но при этом не сказал бы я не отметил что это какое-то негативное восприятие что-то люди просто особенность приезжий из также частей россии и например вот если взять город обсея сколько бы я не опрашивал у жителей которые живут там сегодня даже и некоторые адыки которые там живут не знают не понимают как правильно звучит название города на адыкс курищ если естественно население прибрежной довольно мало себе представляет о том население которое здесь находилось на черноморской зоне до кавказской войне отсюда массовое распространение самых неоднозначных теорий об исключительно греческом или турецком прошлом на западного кавказа которые очень в этом плане довольно крайне скромный средь и отсюда же негативный образ строится особенно сми черкесов как каких-то разбойников бандитов агрессивных людей что абсолютно не соответствует истине могу сказать личного опыта когда краснодаре объявлялась потому что я пойду экспедицию лично скажем около сми в интернете в сообществах разных местные жители высказывали такое мнение что там чуть ли не зарежут люди и приходилось разъяснять самом деле этого нет очень сильно негативный образ очень раскручивается естественно что десятитысячное население шепсукской красном крае сегодня ему сложно сопротивляться безразличие но я считаю необходимо сохранять топонимические особенно тем поскольку если язык допустим будет идти и вот сегодня это обстановка она на самом деле довольно плачевная потому что как все признаются в общем то местные жители если говорить примерно 20 22 года это вот такой порог ниже которого языка уже не знаю либо его стесняется просто общаться плохо так плохо знаешь даже если в семье оба разговаривать родителям на родном языке иногда как я понимаю это связано как раз что допустим ребенку там суют чтобы он не отвлекался телефон он смотрит мультики на русском языке то есть он смотрит телевизор на русском языке он опять общается там с сверстниками особенно если школа находится в поселке со смешанным населением и это маша и медведь то чего не хватает это как раз таки работы над созданием контента интернете нет переводов этих этого нет и нет людей поэтому мы обстановка скажем так как токсинский лазаревский район все-таки лазаревский район сосредоточен общественниками на одну точку там собственно лазаревский центр который достаточно хорошо ну и плюс еще сами учебники о которых говорилось они хоть и существуют майку переделают не того качества какого хотелось бы тот учебник они как учебные пособия на самом деле какой-то полноценной серьезной работе это что языковая ситуация так опять же очень много смешанных семей и если в семье никто не специально не занимается из комиссии с детям и сегодня такая там тенденция что часть поселок допустим близких транспортной зоне перемешиваются очень сильно а те поселки которые у того более дания они как бы уменьшают разъезжаются люди занятий каких-то и переезжают города спасибо 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 очень интересная была очень интересная была очень интересная если есть вопросы у меня будет одно если вы занимались этим вопросом Виталий, вы говорите здесь Шхагуаш, Шхагуаш. Это из-за трибутарии на Лаврове, вероятно? Варты, Варты. Но это из-за Хатукаи регион, вероятно? Ну... Это из-за Хатукаи. Да, Хатукаи и Тверголь. Это из-за Тверголь. Это из-за Тверголь, это из-за Тверголь. Я не говорю Саркасии, но я знаю, что в самом деле, Гуаши в Кабардии означает… Принцесс, да. Но в Хатукаи ехать, люди, которые живут там, по-пособыху, это значит «принакая». Он означает «плинная девушка». Ну, Шхагуаш, это из-за вот, that's the code my family come in a small little village called Yawteq Hamdna and it's right on the Shagwasha river or Shagwasha trees I think I could be wrong. i mean you're the expert and I could be wrong I think it means the head of the girl head the head of the girl or the girl's head instead of you're head saying this is in the middle of the house I am not 100% sure but it could I'm just saying this because I happen to know a little bit about this and also аната insertion anna is a lot i'm also the king and pat is a nose and it's only in our army and it's also in only color but you know the reason no it's an they say anna also and not all the time but they say anna and they have many problems about this and pat is a nose and circassians have the tendency to call like they would call a leader or somebody who would command the troops or parrot the one who is in the nose in the front in the forward point of something so i believe that maybe anna means the mother's nose or the protrusion of the mother's face because anna does have that geographical protrusion i think in the fight yeah ok have a question you said in some schools they are in some schools are you are thrown in the school not in the faculty and you